Тяжелая 40-тонная машина резво отрывается от бетонных плит аэродрома Ахтубинск и к неудовольствию корреспондентов тут же исчезает в облаках. Это Су-34, тот самый, на который в ВВС возлагают особые надежды. В ближайшие годы этот истребитель-бомбардировщик, тяжелый штурмовик, должен стать основной ударной силой нашей фронтовой авиации. Секрет малозаметности в небе этой элегантной машины стоимостью миллиард рублей на первый взгляд прост. Сушка очень удачно окрашена, голубые и бирюзовые оттенки неправильных овалов. Но на самом деле Су-34 трудная цель не только для человеческого глаза, но и для радаров противника. В режиме следования рельефу местности на экране РЛС он дает отметку, сопоставимую с отметкой крылатой ракеты, то есть почти превращается в невидимку. Основная особенность в том, что это не истребитель, это штурмовик, тяжелый штурмовик, насколько я понимаю. Основная особенность в том, что он может выполнять широкий круг задач, очень успешно. Бросается в глаза, что свой самолет летчики называют не так, как мы, журналисты. В этом нет противоречия. Формально самолета Су-34 пока не существует. На фирме «Сухой» предпочитают использовать экспортное название Су-32. А испытатели зовут его либо официально Су-27ИБ, либо просто Вэшкой. Поначалу проект назывался Т-10В. И на испытание машину прислали именно под таким шифром. Кроме того, за необычную форму кабины летчики называют самолет «утконосом». Впрочем, главнокомандующий ВВС Владимир Михайлов пообещал в ближайшее время поставить точку в разночтениях. И самолет официально станет называться Су-34. Самолет Су-27ИБ, главнокомандующий военно-воздушными силами, дал ему название Су-34 после окончания испытаний. Возможно, оно будет присвоено этому самолету. Этот самолет находится на завершающем этапе испытаний. Я думаю, в течение полутора лет он должен появиться в войсках. Строго говоря, Су-34 не является новейшим истребителем-бомбардировщиком. Со времени его первой демонстрации прошло уже 15 лет. Но самолет по-прежнему вне конкуренции. Может вести бой с истребителями, надежен, менее уязвим в воздухе, чем конкуренты. Американский F-15Е и европейский Торнадо. Два члена экипажа нашей ВВС-ки размещаются в бронированной кабине капсуле. Возникает вопрос, зачем продолжать испытания машины, когда уже начато ее серийное производство. Специалисты объясняют, сегодня проходит испытание не столько самолет, он достаточно совершенен, сколько его вооружение, навигационные приборы и компьютерные системы управления. Этот процесс почти бесконечный. Оружие и электроника нуждаются в постоянном обновлении. Тем более, что самолет будет оснащен новейшими крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением. И применять их сможет даже с фигур высшего пилотажа. После испытаний мы будем переучивать летный состав центров боевого применения. И в общем, затем центры боевого применения будут в свою очередь переучивать летный состав строевых частей. С нашим участием и участием промышленности. Это нормальный закономерный процесс, так оно всегда и бывает. До конца текущего года государственные летные испытания Су-34 будут в основном завершены. Всего же с 1920 года за все время существования Государственного летного испытательного центра имени Чкалова в Ахтубинском небе было испытано уже более 300 типов самолетов, принятых на вооружение нашей армии. В Ахтубинске рассчитывают, что судьба нового истребителя-бомбардировщика будет не менее счастливой, чем у его предшественников.